Ну а прямо сейчас, как и обещали, в нашей студии появился гость, это первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Петрович Титенков. Игорь Петрович, добрый вечер, спасибо, что пришли. Понимаю, что ночь у вас была бессонная, тем не менее вы держитесь. Скажите, пожалуйста, вопрос, который волнует многих после сегодняшнего заявления в Рио губернатора про ливневки. Есть ли по вашей какие-то оценке, в какую сумму это может выйти, сколько это может стоить, когда это можно сделать? И вообще реально ли до 2019 года оборудовать ливневками хотя бы основные улицы города? Да, Илья, действительно, есть такая проблема в городе. На сегодня у нас около 130 километров это на левобережье ливневки, 64 километра на правобережье ливневки. Конечно, этой ливневки не хватает. На сегодня из 100%, только 20% город обеспечен той ливневой канализацией, которая есть. Что мы сегодня делаем? Вот недавно мы буквально вчера выезжали с главой города на проезд на Истинскую. Мы уже занимаемся ливневой канализацией на данном объекте. Знаем, что проблемные места у нас есть, это авиаторов. Также департамент градостроительства сегодня делает проект по поводу ливневой канализации. Как раз вы знаете, на 78-й добровольческой бригаде там как раз у нас угол авиаторов, в 78-й добровольческой бригаде постоянно там вода. Здесь у нас скоро будет также ливневка, но сначала делается проект. Затем у нас проблема это СФУ. То же самое, вода спускается, там ливневая канализация отсутствует. Затем у нас такая проблема глобальная. Глобальная это Свердловский район, направление юго-запада от Базайских. То же самое. Вот эти такие основные объекты, они предусматриваются. И сегодня готовятся проекты, чтобы, как говорится, сделать все правильно, сделать ливневку. И на сегодняшний день то, что произошло, наша сегодня задача следующая была. Ну и не только вчера. Мы сегодня знаем те места, где у нас вода, как правило, больше всего скапливается. Есть ливневка, и допустим, она сегодня, если засорилась, мы ее в первую очередь должны прочистить и дать свободный ход. И, естественно, пошла вода дальше. Есть у нас места, где ложбины и нет ливневки. Здесь у нас машины приходят на откачку, потом снова возвращаются. Вот такой пока принцип работы. Но мы эти места знаем. И в первую очередь отправляем на эти места откачивать воду. Наши зрители спрашивают, вот сейчас ремонтируют улицы Молокова. Нельзя ли было изначально заложить наличие там ливневки? Объясняю. Значит, Молокова спроектирована. Сегодня часть Молокова, почему вообще предполагалось Молокова сделать все до авиаторов? Но в ходе того, что специалисты посмотрели, внесли коррективы, часть Молокова до Батурина улицы делается уклоном, который позволяет выходить на улицу Батурина, и там вода будет уходить в ливневку. Есть еще ряд вопросов, которые делаются таким образом, чтобы на этой части дороги вода не скапливалась. А вот от Батурина до авиаторов там однозначно ливневки нет, и необходимо там строить. Почему и проектировщики сегодня занимаются этим вопросом? Еще одно предложение, которое вчера поступило в ходе ночного выпуска новостей ТВК по поводу службы 205. Нельзя ли ввести дополнительный смс-сервис, как люди пишут к нам, чтобы они могли отправить диспетчеру службы 205 смс-сообщение с коротким описанием проблемы, и в случае необходимости человеку бы ответили, что ваша информация принята, знаем, едем, или перезванивали и уточняли эту информацию? Вы правильно говорите, но я уже, наверное, не первый раз об этом говорю. Действительно, сегодня вносятся в коррективы диспетчерскую службу 205, вчера поступило за 3 часа 5170 звонков. При любой масштабности, которая есть, ну, одним словом, сложно было отработать, даже если смс. Но после того, как мы сделали анализ из 5170 звонков, получается, что вот мы получили звонки и начинаем отрабатывать. Несколько звонков, десятки, 20 звонков по одному и тому же адресу, мы уже начинали работать. Ну, конечно, это не совсем хорошо, и поэтому мы сейчас эту систему дорабатываем. Ну, то есть улучшение будет? Конечно. А если, пожалуйста, у вас короткий, последоключительный вопрос. У вас вчера дождь в 19.30 где застал? Одним словом, был я в департаменте городского хозяйства, и как раз у нас поступили сведения о том, что еще до начала дождя о том, что будет ливень, мы сразу, до того, как дождь пойдет, я сообщил специализированное автотранспортное предприятие, УЗС, Управление зеленого строительства, Горсвет, чтобы уже группы были готовы на выезд. Ну, а еще мы дождь застали вместе с главой города по адресу 78-й добровольческой бригады, 7А находились на празднике, самый лучший двор. А, и там вас это все... Совершенно верно. Ну, сразу понятно, что вы человек в прошлом военный, потому что у вас так все по-военному, все мобилизованы и готовы. Спасибо большое, что пришли в наш эфир и отвечали на наш вопрос. В прямом эфире новостей ТВК.